Это программа Политпрайм. Я бы перед вами сейчас здесь не выступал, и мы бы с вами в Хабаровске скорее всего вообще не жили, если бы не транспорт. Хабаровск был создан, развивался прежде всего как транспортный узел, крупнейший на востоке страны. Поэтому транспортный форум, точнее международный форум транспорт России, который прошел в Москве, решал в том числе наше с вами будущее. И у нас в студии участник форума Ирина Горбачева, заместитель председателя правительства Хабаровского окрая по инфраструктуре, ну в том числе транспорта. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я знаю, что во время транспортного форума и транспортной недели, она в течение недели продолжалась, были награждены главы регионов, где национальный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется лучше всего. И судя по фотографиям, которые позаимствовали вашего телеграм-канала, среди награжденных был Михаил Дегтярев, да? Да, совершенно верно. В этом году заместитель председателя правительства Российской Федерации вручил диплом за высокий уровень и эффективную работу проектной команды по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Михаилу Владимировичу Дегтяреву, нашему губернатору. И, конечно же, это огромная заслуга его личная, потому что он курирует данный проект. И, конечно, все команды. Три года мы стремились к этой награде, достигали результаты. Мы вошли в четверку субъектов, которые 100% сделали контрактацию на 2024 год еще в 2022 году. Мы выполнили все показатели БКД, реализации национального проекта, по итогам 2023 года с опережающими темпами. Ну, люди, конечно, замечают себе недостатки, как бы позитивные изменения, как правило, меньше замечают, но я стараюсь судить объективно. Вот как раз во время транспортного форума на Дальнем Востоке прошла целая серия снежных циклонов. Я могу констатировать, что жалоб зрителей, ну, к примеру, на очистку дорог краевого, подчеркиваю, краевого значения, практически не было. Более того, дальнобойщики, которые нам писали, говорили, что вот когда въезжаешь с другого региона на территорию Хабаровского края, и наоборот, сразу видно разница, да? Значит, результаты работы правда есть. Их можно проверить. Ну, действительно, самый главный контролектор – это жители, это пассажиры, это люди, которые приезжают к нам в Хабаровский край. Это огромная работа, в том числе и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, Хабаровское управление автомобильных дорог. В этом году мы заключили более шести контрактов на очистку региональных межмуниципальных дорог. У нас в обязательном порядке работает круглосуточная диспетчерская служба. Буквально недавно был заместитель, первый заместитель министра транспорта у вас в студии. Мы создали круглосуточный, бесплатный телефон горячей линии, который 8800, у нас 250, 56, 10. И, конечно же, обратная связь, в том числе с пользовательными дорог, дает свой результат. Ну и надо отметить, что все транспортные средства, которые работают на очистке дорог региональных межмуниципальных назначений, подключены к системе ГЛОНАСС. Мы можем оперативно реагировать на те или иные ситуации, которые складываются на дороге. Но и большой плюс о том, что контракты заключены, в том числе и с метеорологической службой Дальневосточной. Мы получаем один из самых лучших правильных прогнозов и можем примитивные меры принимать еще до начала снегопада. Но это при том, что у нас, видимо, один из самых сложных регионов, огромный под размером, при этом минимум населения, соответственно, вот очень много доступных мест. И если вообще вернуться к транспортному фору, проблемы нашего региона, они сильно отличаются от остальных? Ну, мы третий по площади в России. Конечно же, проблемы в целом в транспортной отрасли похожи у всех, но у нас есть своя специфика, в том числе удаленности. Нам есть чем гордиться. Мы регион, который представлен всеми видами транспорта – железнодорожным, речным, морским, авиационным и сухопутным, пассажирским. У нас очень хорошо развиты авиационные сообщения. Конечно, есть еще те населенные пункты, в которые невозможно добраться транспортным сообщением отдаленно. Но мы понимаем, что это Охотск. Основной прерогатив и приоритетных задач, вы знаете, на следующий год мы отмечаем 50 лет БАМа. И губернаторам поставлена задача. 50 лет люди ждали этой дороги. И только благодаря поддержке Михаила Владимировича и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина были выделены федеральные средства, в том числе на строительство дороги Комсомольск-Чегдамын. В этом году мы сделали 19 километров, нам осталось еще 17. Сейчас разрабатывается проектная смертная документация. Мы надеемся, что в 2024 году мы пустим прямой ход по данной дороге. Ну, добавлю, что вот я знаю, что в том числе во время Дней Хабаровского края в Совете Федерации решался вопрос об открытии авиасообщения с Комсомольском. Но практически вопрос решен. То есть жителей Комсомольска можно обрадовать? Да, конечно. Мы еще в этом году закладывали прямые рельсы из Хабаровска в Комсомольск в рамках федеральной программы и субсидирования данных перевозок. У нас, конечно, самая основная проблема сейчас приведение взлетно-посадочной полосы. Найден общий компромиссный вариант с Министерством обороны и Комитет по обороне и безопасности при Совете Федерации. Что огромное спасибо и председателю комитета, и первому заместителю председателя комитета, и всем сенаторам было поддержано единогласное решение о необходимости. Город президентского значения, конечно, нам эта полоса очень необходима. Из вашего же телеграм-канала узнал, что опорная сеть автодорог Российской Федерации в нашем крае – это 1941 километр. И по поручению губернатора планируется привести в нормативное состояние еще тысячу километров. Все верно? Ну, все верно, да. Это я поумничал. А что такое опорные дороги? Это все дороги, которые… Это сеть дорог, которые соединяют федеральные, региональные и муниципальные дороги. Основные направления. Туда вошли все наши федеральные дороги, плюс семь участков региональных дорог. Ну, как, к примеру, эта дорога, всем нам известная, Советская гавань Ванина. Потом эта дорога у нас Сельхино-Николаевск, она тоже вошла в опорную сеть. Это Красные речки Казакевичи, подъезд к Лазарево. К объектам именно транспортной доступности, стратегического значения, в том числе аэропорты, речные порты и выходы. Более 784 километров только региональных дорог вошло. Ну, и вы знаете, что в этом году мы приступили уже к реконструкции трассы Сельхино-Николаевск. Первые 20 километров уже сделаны. Конечно, жители в моем телеграм-канале пишут, что 600 километров еще 30 лет будем ждать. Все зависит от финансирования. Мы очень стараемся и приведем эту дорогу в нормативное состояние, конечно же, возможно, на короткие сроки. На транспортном форуме, насколько я знаю, опять же из вашего телеграм-канала, поднимался очень больной для нашего края вопрос – это порча дорог грузовиками. Особенно жители труднодоступных сел жалуются нам, что вроде приведут в порядок дорогу, а начинается сезон, поехали лесозаготовители, все разбили. Есть предложения? Как решить можно этот вопрос? Этот вопрос рассматривался с участием как раз на комиссии при Циденове Алексея Собуловича. В том числе эта проблема не только в Хабаровском крае, во многих регионах. Действительно, помощник президента Игорь Евгеньевич Левитин остро обозначил данную проблему. Мы были тоже инициатором внесения ряда изменений в нормативно-правовые акты. Конечно, к краям сейчас проводится огромная работа, в том числе по установлению пунктов весового габаритного контроля, ПВК так называемый. Ну и у всех субъектов единственная просьба была к контролирующим органам, это сейчас Ространснадзор, в том числе совместно с ГУВД, чтобы был бы выработан порядок взимания данных штрафов, они были эффективны. Ну, зачастую незнание закона не освобождает от ответственности, но в большей части перевозчики, которые осуществляют грузоперевозки, понимают зону своей ответственности по перегрузу и закрывают номера, начинают уменьшать ход. Данные меры в настоящий момент неэффективны, потому что дранное транспортное средство можно отследить и на всей его протяженности. Ну и здесь основной вопрос стоял о взаимодействии всех структур, чтобы данная работа была эффективной, так как тратятся краевые средства и федеральные средства на установку ПВК, но немножко страдает ситуация по взыманию штрафов за данную работу. Вам требуется помощь местного населения? Ну, сигнализировать, присылать ролики? Вы знаете, у нас очень активное местное население, у меня очень много есть постоянных, как я так называю, помощников, которые всегда информируют меня, в том числе, кто занимается грузоперевозками, особенно продуктов. В сторону Николаевска часто бывает, особенно в зимний период, когда начинают сообщать, где-то на перевале появилась скользкость, где-то на трассе в сторону Владивостока опасные участки. Люди очень оперативно реагируют и достаточно активно обращаются ко мне в Телеграм-канал. Что еще важного было на транспортном форуме? Ну, о чем бы вы рассказывали? Ну, основная задача, основная цель сейчас всей транспортной отрасли, большой акцент сделал на обновлении посвященного состава общественного транспорта. Ему было посвящено достаточно много сессий. Для нас это тоже актуально. Вы знаете, что при поддержке Михаила Владимировича и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики мы начали закупать троллейбусы для города Хабаровска. В этом году мы воспользовались специальным казначейским кредитом, и еще на край будет приобретено 48 новых автобусов, газовых автобусов. И, конечно же, самый большой акцент это делается о транспортной доступности, как объектам притяжения, так и просто общественного транспорта, и, конечно, к экскурсионным объектам, к объектам туристического показа. Основной задачей сейчас сделать перелеты, проезд и передвижение людей комфортным и безопасным. Это основная цель была всего по формам. Ну и, конечно же, перспективы развития. Все дороги сейчас, и все у нас повернуто на Дальний Восток. У нас увеличивается объемы грузоперевозок, вы знаете, у нас ИБАМ. Интенсивными просто темпами строится Тихоокеанская железная дорога. Порт Эльга опережающим развитием. Нам было чего представлять. Нам есть чем гордиться. И, конечно, сейчас на нас все смотрят с огромным таким потенциалом. Ну и, конечно, у нас очень большой объем сейчас вырос в транспортных услуг. У нас, вы знаете, что аэропорт принял двухмиллионного пассажира в этом году. Хотя мы не рассчитывали, что объем вырос больше, чем на 100%. Ну, я согласен, что транспорт общественный, наверное, самая большая проблема. И в этом сильно поможет производство автобусов у нас? Совершенно верно. Да, по поручению Михаила Владимировича, у нас в настоящий момент уже на территории ТОР развивается как раз собственное производство. Будем производить автобусы на территории Хабаровского края. Более того, поддержана в том числе и возможность льготной приобретения данных автобусов. И, конечно, это большой подспорье для наших перевозчиков. Огромное количество обращений, особенно вот в холодный период, поступает в зимний период от пассажиров о качестве общественного транспорта. Эта задача сейчас номер один. Как для города, так и для края улучшить транспортную обеспеченность населения. Мы уже трижды упоминали ваш телеграм-канал. Давайте дадим его адрес. Вы теперь не министр транспорта, вы вице-премьер. В целом за инфраструктуру отвечаете. Но обратная связь поддерживается? Люди по-прежнему могут к вам обращаться? Конечно, люди по-прежнему обращаются. Теперь по многим вопросам, связанным в том числе и с газификацией, очень много обращений. И я всегда открыта для общения. Это общая задача, которую ставит нам губернатор, края. Мы открыты. Я в своих телеграм-каналах, как зампредседатель, председатель правительства, точно так же отвечаю на все обращения жителей. Очень рада, когда жители проявляют активность. Как в положительных, иногда и в отрицательных моментах. Полезно это и другое. Это очень полезная информация. Ты не всегда успеваешь проглядеть ту или иную дорогу где-то. Где-то электричество отключили, где-то по газу был заключен договор. Очень много было обращений с Декастри. Очень много обращений было с Солнечного района по дегасификации. Люди не всегда понимают, не сильно была освещена эта тема. Мы сейчас максимально работаем по данному вопросу. Штабы проходят каждую неделю. Спасибо всем коллегам за оперативную работу и главу муниципальных районов. Мы должны создать уют в Хабаровском крае для всех жителей. В том числе тепло. В студии программы Политпрайм была Ирина Горбачева, заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре. Мы прервемся совсем ненадолго, а потом выясним, что будет с мупами в Хабаровском крае. Унитарные предприятия должны быть реформированы или исчезнуты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова